Техническая сторона PKI была очень подробно рассмотрена на предыдущих секциях и круглых столах, но нельзя забывать о том, что вот такой, скажем так, движущей силой вот этого безупречного математического аппарата, который используется в инфраструктуре открытых ключей, являются живые люди, организации и учитывая масштаб нашей страны, территорию нашей страны, существенная часть взаимоотношений в этой сфере реализуется через региональные территориально распределенные структуры. Традиционно региональные представители удостоверяющих центров, они являлись большой частью аудитории PKI форума и мы надеемся, что они продолжат приезжать на эти мероприятия и нам нужно понять сейчас на этой секции, каким образом трансформируется, меняется региональная сеть, региональная структура выпуска сертификатов, что ее ждет. Начать, наверное, нужно с того, что вообще вот эти региональные механизмы, они являются и движущей силой и в какой-то степени проклятием PKI инфраструктуры, поскольку именно на плечах регионов, региональных представителей внедрялась, разворачивалась и достигла вот таких масштабов деятельность по применению электронной подписи, квалифицированной электронной подписи. И в то же время вот эта бурная деятельность, бурный рост привели к тому, что было много претензий к работе вот этого небезупречного организационного механизма и все это вылилось в реформу, которую мы сейчас обсуждаем. Итак, изменение региональной инфраструктуры удостоверяющих центров в условиях реформы законодательства об электронной подписи. Здесь в крупном плане мы бы хотели рассмотреть три аспекта, по ним будут блоки вопросов. Первый блок это собственно технологии и инструменты, далее клиентский сервис, ну и в конце мы рассмотрим следующую составляющую, немаловажную, это правомочие и ответственность. Работа будет построена в режиме вопросов и ответов. Здесь представители крупнейших удостоверяющих центров, которые постараются рассказать о как они переходили в новую реальность после первого июля и что, с чем им пришлось столкнуться, как они сейчас работают и каким образом дальше будут развиваться. Я представлю коротко наших экспертов. Сергей Борщев, гнивц ФНС России. Нина Соловьяненко, эксперт в области права, известный всем нам именинница сегодня, Нина. Все знают. Кирилл Романов, федеральная таможенная служба. Алексей Сенченков, аналитический центр, один из двух доверенных удостоверяющих центров ФНС России. Денис Булкаев, удостоверяющий центр ТАКСКОМ, генеральный директор. Виталий Решетников, представитель Дальнего Востока, живое воплощение территориальной протяженности нашей страны. И Денис Кунинг, это Краснодар, удостоверяющий центр IT-ком. Переходим к вопросам. Первый вопрос. Какой была раньше и как изменилась с 1 июля ваша организационная или структурная схема обеспечения региональных пользователей сертификатами ключей электронной подписи? То есть вопрос, в общем, как было и как стало. Такой переходящий, ретроспективный. Кто начнет? Я бы начал, наверное, с ТАКСКОМа, потому что это один из старейших удостоверяющих центров. У него самая большая история. Да, еще раз добрый день, коллеги. Ну, начну, наверное, как первый аккредитованный удостоверяющий центр по новым правилам. Мы аккредитовались в июне месяце именно по новым правилам через правительственную комиссию, через которую сейчас проходят все аккредитованные удостоверяющие центры. На нас обкатали всю эту технологию, было непросто, но уже это в прошлом. Мы аккредитованный удостоверяющий центр. Что изменилось у нас с 1 июля? На самом деле, если откровенно говоря, мы не думали, что столько изменений у нас произойдет, но действительно мы посмотрели критически на всю ситуацию и на свою структуру, и на требования. И сегодня много говорилось про то, что ужесточились требования к идентификации, и мы однозначно ставили вопросы перед нашими задачами, вопросы перед нашими структурными подразделениями, перед нашей партнерской сетью с единственной точкой зрения, чтобы обезопасить как себя, так и владельцев сертификата. Что в структуре поменялось, у нас стало больше проверок. У нас больше проверок, соответственно, структура потребовала изменений в части дополнения людскими ресурсами по проверке всех документов, плюс эта фотофиксация, что где-то понравилось, где-то не понравилось, но у нас достаточно жесткие требования. Они однозначны, и понятно, всегда у всех бизнесменов есть соблазн с чем-то поступиться ради получения какой-то выгоды, но в эту мы историю не пошли ни при каких условиях. Поэтому по структуре усилили и разработку, усилили наше структурное подразделение удостоверяющего центра, и основная часть нашей организационной структуры усилилась в части проверки всех тех документов, поступающих для выпуска сертификата. Вот в этой части, да, большое увеличение штата произошло. Денис, было ли сокращение количества региональных представителей? Прорежали ли вы ряды своих представителей в регионах? Или доучивали? Нет, понятно, у нас очень много прошло курсов, вебинаров, семинаров, и где-то очных, где-то удаленных, что в соответствии с нынешними временами, естественно. И проходили обучение. Многие не понимали, многие партнеры, которые к нам пришли, говорят, а у нас раньше было так. Показывали, как у них было, мы говорим, нет, к сожалению, теперь условия вот такие, работаем вот именно по таким условиям, по такой схеме. Что касается прорежали ли, нет, мы выдвинули, еще раз повторюсь, наверное, что выдвинули достаточно прозрачные, достаточно объективные и четкие условия, которым надо было придерживаться. Соответственно, после этого принимали решение, и мы, как мы принимали решение, так и наши партнеры, так и наши региональные представители, работаем ли вместе, либо не работаем. Ваша региональная сеть выросла за этот период. Тогда вопрос к Краснодару. Это второй удостоверяющий центр, который тоже прошел аккредитацию. Неожиданно для многих, но тем не менее попал список аккредитовных встречных центров. Что у вас поменялось в вашей структуре, как она организована? Вот в Токскоме это агентская схема, большое количество региональных представителей. Как вы работаете и как вы стали работать? Мы получили аккредитацию буквально в последний день. Волнительные моменты первых нескольких дней, когда нам фактически пришлось приостановить деятельность, потому что официального подтверждения не было. И потом вот этот перезапуск. Ну, конечно. Что у нас изменилось? Ну, изменилась на самом деле довольно очевидная вещь. Это пропорциональное изменение, ужесточение требований к партнерской сети. То есть ровно так, как Минцифра ужесточила требования к удостоверяющим центрам, вот ровно с той же самой пропорцией, мы ужесточили требования к нашей партнерской сети. И, ну, как бы это неприятно ни звучало, мы стали меньше доверять нашим партнерам. Ну, селяви, да, такова жизнь. У вас выросла тоже региональная сеть за это время? Нет. Вот здесь вот это такой интересный момент, да, что с одной стороны удостоверяющие центры, естественно, хотят присутствовать везде. Мы хотим присутствовать в абсолютно каждом городе, в каждом населенном пункте. Это, не знаю, быть, как Почта России, да, буквально 100 жителей и иметь представительство. Практика показала о том, что востребованность, реальная востребованность и выпуски, но они не такие значительные. То есть они не так сильно покрывают прям тонким слоем, как икринки, полностью всю территорию России. Понятное дело, что мы выбрали, посмотрели на ключевые регионы, где мы присутствуем, где присутствуют наши коллеги по цеху, скажем так, да, мы посмотрели самые крупные города. Ну и, в общем-то, поняли о том, что в городах с населением там меньше 10 тысяч человек иметь крупные представители со собственными филиалами, ну, нецелесообразно просто потому, что все-таки мы коммерческий удостоверяющий центр, да, и вопрос экономической целесообразности, он очень значительный. Вы работаете по агентской схеме, в общем, она сохранилась, конечно, мы работаем по-прежнему по агентской партнерской схеме. Единственное, что мы, так же, как коллеги, очень сильно ужесточили требования. В безусловном порядке все выпуски, которые идут именно через партнерскую сеть, подлежат фотофиксации. Мы дойдем до технологий. Сейчас только про структуру вопрос. Количество партнеров, которые у нас, которые с нами на текущий момент работают, то есть можно оперировать статистикой за последние два с половиной месяца, ну, по количеству сократились, так, ориентировочно раз в полтора, скажем так. А вот по объему выпуска, ну, как бы кратно выросли. То есть в этом случае мы говорим о том, что вот региональная структура, она просто укрупнилась. Прям совсем мелочь она отвалилась, а крупные они стали еще крупнее, и это, в общем, тоже хорошо. Спасибо, Денис. Я бы предложил сказать о том, как изменилась работа с региональными получателями сертификатов в федеральной таможенной службе. Это один из таких традиционно крупных сегментов потребителей электронной подписи. Кирилл. Алексей, да, большое спасибо. Значит, с 1 июля мы стали доверенным лицом удостоверяющего Центра федерального косначейства. Работа с коллегами на самом деле комфортна. Хочется сказать им большое спасибо. Но изменения, которые пришлось производить, весьма серьезные. Во-первых, мы, конечно же, с 2004 года развивали подпись. Это одна из ключевых наших технологий обеспечения доверия к документам. У нас реально там у каждого инспектора есть усиленная квалифицированная подпись. Можем использовать только квалифицированную подпись. И, собственно, и подписываются абсолютно все процессы, которые автоматизированы на том или ином этапе. Поэтому были серьезные опасения, что возникнут какие-то затруднения, проблемы. Но вот если сейчас акцент на региональную сеть, то наша региональная сеть растет. Объясню почему. Потому что то, что было раньше, мы были аккредитованы историческим центром, сами себе выдавали, там своих должностных лиц обеспечивали. И до состояния два года назад мы выдавали безвозмездно квалифицированную подпись участников внешнеэкономической деятельности. Это было связано с рейтингами бизнеса, чтобы не налагать на участников внешнеэкономической деятельности дополнительных каких-то расходов. Но потом пошла вот эта реформа. Это первое, что сдуло сейчас. Ну, по состоянию на 1 июля мы обеспечивались только собственных должностных лиц. Это порядка 58 тысяч сертификатов. Точки выдачи есть во всех таможенных органах по состоянию на сейчас. И рост произошел по одной простой причине. Технологии электронного подписания заявок, то есть это было ранее. Человек, когда получал сообщение, что срок действия его сертификата подходит к концу, делал заявочку, подписывал ее действительной подписью, она прилетала на соответствующий удостоверяющий центр. В момент, собственно, подписания закрытых ключ генерировался. Ну, все было красиво, все было автоматизировано. Сейчас эта технология не может использоваться, потому что федеральное казначейство строго следует федеральному закону, соответственно. Да, они как юрлица хотят иметь полный комплект документов. И людям приходится приезжать на точки выдачи, полностью готовить этот пакет документов, инспектор приезжает на точку выдачи, отдает свой персональный идентификатор, фактически это удостоверение в цифровой среде. Могу даже показать, если интересно, как оно выглядит. И уходит уже полностью с действительным сертификатом. Большой-большой экзамен, который у нас будет в ближайшее время, это будет конец года, потому что в последние недели функционирования нас как удостоверяющего центра, естественно, подписи были продлены, ну, квалифицированные сертификаты были продлены до 1 января. Соответственно, вот сейчас этот процесс, после того, как мы пройдем этот процесс, можно будет делать какие-то выводы. Но регионы отреагировали на существующие опасения тем, что пошел рост количества точек выдачи. Наверное, это даже хорошо. Кирилл, ваши точки выдачи – это располагающиеся именно в таможенных органах? Да, именно так. То есть должностные лица таможенных органов, они, собственно, осуществляют выпуск? Да, да, наши должностные лица, своя инфраструктура отдельно защищена. Наш удостоверяющий центр был отдельной системой. Сейчас именно вопросы, именно там, центр регистрации, центр сертификации выведены из эксплуатации, и полностью вот эта вот инфраструктура подключена к инфраструктуре федерального косначейства. То есть у вас нет таких внешних точек выдачи, только на основании трудового договора сотрудники выполняют эту функцию? Да, именно так. Окей, спасибо. Вопрос, наверное, который многих интересует, а что происходит в удостоверяющем центре федеральной налоговой службы, да? Поскольку просто, как сказать, лидирующая и выдающаяся роль принадлежит удостоверяющему центру налоговой службы в новых условиях. Слово предоставляется Сергею. Порщеву. Да, коллеги, добрый день. На самом деле удостоверяющий центр федеральной налоговой службы уже существует не первый год, который по аналогии с федеральной таможенной службой выдавал квалифицированные сертификаты собственным работникам, государственным служащим. По аналогии с ФТС, федеральная налоговая служба также осуществляет эту работу с гражданами, с налогоплательщиками в рамках возложенных полномочий. Удостоверяющему центру пришлось выполнять, в принципе, все те же функции, которые есть, но только уже с охватом на юридических лиц, на представителей юридических лиц, недовольных предпринимателей, нотариусов, кто может действовать без доверенности. Для чего службой была проведена работа, было проведено обучение работников налоговой службы, кто непосредственно осуществляет прием налогоплательщиков территориальных органов. У них были оборудованные места, собственно, сотрудники прошли обучение и с 1 июля начали принимать документы и выдавать сертификаты. Сейчас в каждой инспекции есть такая возможность выдать сертификат или пока не все инспекции охвачены? В соответствии с утвержденным приказом есть перечень точек выдачи, соответственно, как только он будет меняться, расширяться, в этом будет выпускаться дополнение. Примерное количество где-то тысячи. Где-то в начале сентября была новость, что Вы выдали 120 тысяч сертификатов всего от удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы. Динамика сейчас увеличивается, снижается или Вы, в принципе, вышли на какой-то равномерный поток клиентов? Да, уже выпущено более 120 тысяч сертификатов, но, скажем так, статистики не готов сказать. Плюс сертификаты начали выдавать даренные лица уже со своей региональной сетью, со своими представительствами. Ваша структура состоит из, собственно, Вашего удостоверяющего центра с точками выдачи в инспекции и доверенных лиц. Их всего два – Сбербанк и аналитический центр. Вот сейчас в какой пропорции выдаются сертификаты Вами и вот этими доверенными лицами? Ну, хотя бы примерно. Я понимаю, точной статистики нет. Больше Вы или больше они? Аналитический центр, доверенный лицов НС России, доверенный удостоверяющий центр. Наверное, интересно будет послушать, как Вы выстраивали свою сеть и как Вы выстраивали свою организационную структуру. Тяжело выстраивали. Аккредитацию мы как аналитический центр получили 4 декабря 2020 года. Первые были мы. Нет, после 1 июля, согласно новым требованиям 476 закона, 4 декабря 2020. Комиссии тогда не было еще. Это же не к нам вопрос. В прошлом году не было никаких региональных представителей. Сейчас порядка 75 регионов мы закрываем. Это собственные филиалы, они лицензированы, они прошли аттестацию по ВСТЭКу, по 313-му постановлению, получили лицензию на работу с криптосредствами. Осуществление лицензионных видов деятельности еще до конца года, их, наверное, будет порядка 300, если все хорошо пойдет по плану. Но я бы хотел понять, о каких агентах, о каких партнерах мы можем говорить, если у нас теперь есть четко определенный статус представителя удостоверяющего центра, это доверенное лицо, которое имеет право осуществлять две операции, по сути, принять заявление и передать сертификат, провести идентификацию. Для этих функций, естественно, нужно закрывать территорию всей страны, включая малые города, потому что здесь я с ФНС абсолютно согласен. Письмо, разъяснение, которое дало Минцифры по продлению сроков действия квалифицированных сертификатов, оно, конечно, нам отложило некий конец света, который маячит впереди. По оценкам самой ФНС, что по перевыпуску подлежит порядка 15 миллионов ключей. Это будет очень тяжело, потому что это очень большой объем, и если эту работу не начать сейчас, уже активно вести, то мы получим в январе несколько миллионов озлобленных пользователей, которые придут в ФНС либо к доверенным лицам получать эти сертификаты. Но самое страшное в том, что этот пик будет проходить потом каждый год, потому что сертификаты будут истекать, и каждый год этот поток будет идти. Тем не менее, как показала практика, с 1 июля, когда Федеральная налоговая служба закончился пилот, началась промышленная эксплуатация, объем постоянно растет, увеличивается, и поэтому здесь нет каких-то опасений, что не справимся. Алексей, я немножко буду модерировать, если не возражаете. Как устроена ваша структура организационная? Потому что есть, наверное, представители, которые готовы были бы в нее включиться, есть просто интересующиеся коллеги. Да, если по залу посмотреть, здесь сидят партнеры и директора филиалов, которые у нас открыты. Я почему затронул вопрос по доверенному лицу, понятие доверенного лица, потому что, с одной стороны, действительно есть аккредитованный удостоверяющий центр, который имеет право работать, по сути, с физическими плитками, назначать этих доверенных лиц для проведения идентификации кого угодно, а есть наш статус аналитического центра как доверенного лица ФНС России. И в этом случае за каждый факт идентификации приема заявления мы несем личную персональную ответственность. Соответственно, ни о каких агентах, партнерах и так далее здесь речи не идет. Это наши подразделения, это наши сотрудники, соответственно, наши договорные отношения с теми пользователями, которые для получения выбрали не визит в ФНС, а визит к доверенному лицу. Здесь важный момент, что на смену вот этой агентской структуре выходит именно филиальная структура. Да, да, потому что в принципе, через свой собственный филиал, объединяя два статуса доверенного лица и аккредитованного удостоверяющего центра мы, по сути, можем обслуживать и первых лиц для выпуска сертификата по ЕГРИЛУ, и физических лиц, с которыми будут выступать в принципе сотрудники того же самого юридического лица и предоставлять некое комплексное предложение, чтобы люди просто не бегали и экономили время. Спасибо, понятно. Вопрос был из зала. Давайте прямо по ходу. Я так чувствую, что вопрос в контексте, да, Иван? Не вопрос из зала, это комментарий из зала. Дело в том, что, как было отмечено, да, два доверенных лица, которые есть у ФНС в настоящий момент времени, но я думаю, что их будет больше, но сейчас это Сбербанк, да, аналитический центр. Вопрос был про статистику, но сейчас на самом деле, ну, на пару недель назад статистика общая была 160 тысяч, вот, выдана всего удостоверяющим центром ФНС. 1% 15 миллионов. Из них на тот момент времени 56 тысяч, но на сегодняшний день 61 тысяч выдана через Сбербанк. Ну, так, небольшой комментарий. Что касается, значит, структуры, то структура, да, она не агентская, не партнерская, то есть нет у нас никаких агентов-партнеров, это наша филиальная сеть. Это... Ну, у нас филиальная сеть, она, собственно, нужна для чего? Для того, чтобы идентифицировать заявителя в том случае, если ему нужно очно идентифицироваться. Просто есть еще вариант выпуска сертификата дистанционно, при условии, если у него есть действующая кулисерная подпись. Ну, вот, приблизительно 60% идет через филиальную сеть. У нас 2,5 тысячи, больше 2,5 тысячи отделений, которые обслуживают юридических лиц. Партнеров никаких мы не нанимаем, да, согласен с Алексеем, что у нас своя специфика, как у доверенных лиц. Ну, да, наверное, здесь... Можно Алексей прокомментировать? Здесь, получается, подмена понятий произошла некоторая. Ну, вы, да, по статусу как ДУЦ, вы имеете право идентифицировать и работать только через свои филиалы. И здесь вот как раз вы попытались там сказать, что никаких агентов, никаких партнеров, у нас тоже... мы не ДУЦ, мы статус АУЦ имеем. И здесь как раз у нас выстроено, вы правильно сказали, как точка идентификации, точка приема заявления, передачи заявления, дальше выпускает, понятно, только аккредитованный удостоверяющий центр. Что касательно второго вашего пассажа насчет там пиков, нагрузок, и я, наверное, прокомментировал в том ключе, что все-таки по пикам нагрузки здесь дело не в том, что нужно сертификаты здесь сейчас получить, как вчера вот коллега тоже задавал вопросы, как дальше работать, если у тебя разветвленная сеть, филиальная сеть. Здесь как раз вопрос первого нашего дня про МЧД. Как дальше с этим работать, бороться, именно поэтому продлились сроки. Потому что государство у нас имеет такое свойство создать проблему, а потом героически ее решить. И я думаю, вопрос решился бы, но вопрос, именно вот сакцентируя внимание, непонятно, как работать, если нет пока регуляторных инструментов, документов по доверию своим подчиненным передоверию. и второй момент по пикам этим, я здесь не согласен, есть же письмо Минцифры, где перевыпуск по действующему сертификату, и здесь уже тогда не нужно присутствовать личное присутствие. Если выдали раз, ДУЦИ или УЦФНС, дальше перевыпуск удаленный предполагается. Есть четкое разъяснение Минцифры. Это касательно нескольких ваших заявлений. А мы по вопросам? Я просто дополню немного. Я согласен с Денисом, ключевое изменение удостоверяющие центры в связи с повышением требований по безопасности, по требованиям к идентификации, они наоборот отталкиваются теперь от своей собственной структуры. Мы не говорим об агентах. Требования даже к партнерам, которые у нас работают в качестве партнера аналитического центра, как АУЦ, они все должны быть лицензиаты, они должны иметь аттестованное рабочее место. Это определенные затраты, это определенный опыт. Что касается МЧД, будут нормативные базы. Но здесь вопрос очень интересный. Если мы позиционируем развитие сервисов идентификации на некий удаленный режим работы, зачем создавать региональные сети? Это один из вопросов этого круглого стола. Я вас уверяю, что сейчас с 1 марта должны вступить в силу требования к доверенным лицам ФСБ России. Это не дешевое удовольствие обеспечить филиальную сеть теми требованиями, которые предъявляются к нам как к доверенным лицам для обеспечения уровня КБ-2. Филиальная сеть нужна именно для доверенных УЦ ФНС России, а для удостоверяющих центров аккредитованных нет такой необходимости. Еще я, наверное, не прокомментирую, а, наверное, помогу Сергею Владимировичу в части того, насколько динамика, потому что ГНИЦ все-таки обеспечивает всю инфраструктуру и по техническому сопровождению, а все-таки отвечает управление безопасностью, информационной безопасности. И динамика, мы постоянно в контакте, динамика положительная, и причем у них есть, если сравнить когда была реформа по ОФД и в онлайн-режиме отслеживалось. Поверьте, что ФНС отслеживает в онлайн-режиме все подключения, всю динамику, что касательно и УЦФ ФНС, и ДУЦУВ, пока их два. И соответственно динамика растет и в реальном режиме времени, если требуется... Такие несложные вычисления математические, всего меньше одного процента сейчас сертификатов из 15 миллионов. Ну хорошо, значит уже примерно полтора процента. Но это за два месяца, а до конца года осталось еще четыре. То есть как не аппроксимируют, тут надо логарифмический, экспоненциальный рост показывать какой-то либо переносить либо переносить сроки. Хорошо, я понимаю, что ФНС действительно это мониторит и скорее всего будет подгонять или расширять сеть доверенных УЦ. То есть скорее всего с этой задачей справятся коллеги. 200 тысяч это в принципе немало с нуля вот так вот выстроить работу. Да, да. Хорошо, я предложил бы перейти к следующему вопросу. Все-таки мы работаем для конечных потребителей, как вчера Вячеслав Борошко сказал, не забывайте о том, для кого мы все это делаем. Вот у каждого удостоверяющего центра есть какая-то своя аудитория. Эти изменения поменяв процессы, где-то ужесточив, где-то сделав более, может быть, длительными, все равно как-то отразились и на конечных получателях сертификатов. Вот как аудитория вашего удостоверяющего центра почувствовала изменения в обслуживании и как восприняла эти изменения, довольны ли они сервисом на сегодня в связи с этими изменениями. Ну, только честно прошу отвечать. Давайте, Алексей. Я могу начать, аудиторию никто не спрашивал. Ну, довольны они и недовольны. У них есть потребность, да, получить УКЭП, либо федеральные налоговые службы, если это бюджетная организация федерального казначейства, сейчас центральный банк у нас подтянется для работы с финансовыми организациями, они приходят и получают эту задачу. По клиентской базе, ну, вся клиентская база, которая раньше была АУЦов, теперь будет клиентской базой федеральной налоговой службы, центрального банка, либо федерального казначейства. Время обслуживания чуть увеличивалось, фотографирование стало обязательным, и вот эти вот моменты, они же все-таки влияют на клиентский сервис. Как аудитория реагирует, как вы с этим работаете? Нет, в среднем выпуск занимает порядка сорока минут, в принципе, это не создает каких-то напряженных аспектов. Здесь уже поднимался вопрос о скорости ответа СМЭВа, да, есть буквенная казуистика, связанная с тем, что в паспорте ЙО, и он проходит по СМЭВу, а в выписке ФНС Е, и она не проходит на выпуск. Соответственно, человек сталкивается с той необходимостью, что ему нужно ногами все равно идти куда-то и там вносить изменения в те реестры, которые используют СФАИУ. Вот, эта проблема сейчас есть, эти проблемы при увеличении объемов выпуска поднимаются и оперативно в диалоге вместе с Федеральной налоговой службой, в частности с Управлением безопасности, они рассматриваются и устраняются. Спасибо, понятно. Ну, вам немножко проще, ваш удостоверяющий центр относительно недавно стал работать масштабно и пользователи в общем-то сразу привыкают работать правильно. А вот коллеги из действующих ранее удостоверяющих центров TaxCom, Владивосток, Краснодар, как ваши клиенты оценивают изменения? Компания TaxCom как клиентоориентированная компания, конечно, интересуется, как относится теперь вот к изменениям и, соответственно, мы постоянно там мониторим и снимаем обратную связь, получаем фидбэк и, конечно, многим сначала не понравилось там и фотофиксация, новые требования, что увеличилось время, но, соответственно, мы в контакте постоянно с федеральной налоговой службой у нас позиция такая, и нас попросили об этом, и мы предлагаем, мы не говорим о том, что давайте быстрее, быстрее у нас все покупайте, мы поступились, понятно, и с прибылью, и с той позицией, что продавать только наш сертификат, мы предлагаем и вариант получения консультации, получения помощи, получения дальнейшего сервиса при получении сертификата ФНС. И это осмысленная позиция, она выверенная в том, что рано или поздно нам придется это делать, придется либо через ДУЦ, либо ВУЦ ФНС нашим клиентам получать. Соответственно, как мы вчера уже говорили, дальше мы делаем обвязку на сервисах, дальше мы надеемся на МЧД, дальше мы смотрим в историю, которая у нас является основополагающей бизнеса по электронным документам обороту и отчетности, соответственно, все эти истории, они никуда не делись, они в обвязке к электронной подписи. Если коротко, то обслуживание чуть усложнилось для клиентов, но в целом они относятся с пониманием и вы это как-то сглаживаете за счет других предложений. Да, и я вот вспоминаю еще прошлый ПКИ, который в Подмосковье прошел, мне очень понравилось, ну как всегда, выступление Александра Павловича Варанова, когда он говорил, ребята, аккуратней, вот сейчас вступит в силу требования законодательства, и все те, скажем, аккуратно произнесем нечистоплотные удостоверяющие центры будут пытаться пролезть, пытаться выстроить новые схемы, пытаться прогнуть аккредитованные удостоверяющие центры, а где-то и, извиняюсь за грубое слово, подставить их. Будьте готовы. И я запомнил, и мы в рамках вот своих перестройки своих процессов, это у нас было якорное такое условие и якорная мысль о том, что нужно этого избежать. И здесь как раз вот мы оттолкнулись именно от этого. Спасибо, Денис. А Владивосток и Краснодар как клиенты в ваших регионах отнеслись к изменениям. Сейчас скажу. Россия большая, Дальний Восток еще большая, а многие жители Дальнего Востока считают, что Камчатка это остров, а не полуостров. Для меня эта история началась в 1999 году, когда я на Дальнем Востоке создавал узел Атлас-2 деловая сеть ФАПСИ. Мы тогда в составе этого узла создавали удостоверяющий центр на базе продуктов ВРБО, Мессенджер-400, УАП-32 с симметричной системой шифрования. Вот такая простая идентификация на базе 152 приказа ФАПСИ с выполнением роли администратора ключевой информации. В дальнейшем это и был подпроект. АКПРОС он назывался для таможенных органов мы успешно кстати говоря реализовали схему доставки в юридически значимом виде электронного документа с борта судна до таможенника. Проект был успешный но не взлетел потому что таможенные органы страна не была готова в то время не было регламентов закона и много чего прочего но технически мы это все показали. Вот в 2002 году по-моему это было в декабре вышел первый революционный я считаю такой вот закон 1ФЗ он мне кстати нравится и одновременно практически вышел 705 приказ ФНС России который определил специализированных операторов электронного специализированных операторов связи вот с этого все и началось собственно говоря спасибо большое федеральной налоговой службе всегда ну благодарен ей за то как они делают эту работу очень профессионально вот с тех пор в то время как раз таки мы для себя определили базовый принцип ну тогда еще может быть это не было идентификацией вот так мы громко не называли но мы понимали что для того чтобы обеспечить юридическую значимость этого самого документа необходимо обеспечить всю юридическую значимость получения этого сертификата электронной цифровой подписи и для себя мы определили что никакие агенты там тогда их еще и не было собственно говоря идентифицировать человека может только другой человек принципиально вот с этого все началось во вторых архитектура системы выстроена была таким образом чтобы она была адекватно ну реагировала на какие-то изменения версионности и так далее мы ее построили на базе дерева российских объектных идентификаторов вот не вдавая в технические не вдаваясь технические подробности и мы применили я прошу прощения сразу аудитория вашего удостоверяющего центра кто это это бизнес это изначально это был бизнес то есть это налогоплательщики которые это продолжает быть тот же самый бизнес мы развиваем сервисы различные вот может быть не так активно как здесь центральной части России как они отреагировали вот на изменения которые сейчас происходят есть какая-то с их стороны обратная связь вопрос сейчас я бы не сказал что там есть какие-то такие глобальные изменения люди уже те кто этим пользуются они привыкли к этим сценариям и в принципе больших каких-то глобальных неудобств наши клиенты не испытывают не было изменений нет предмета для обсуждения краснодар вас я буду немножко более конкретен чем мои коллеги немножко там о цифрах основная основные потребители это все-таки юридические лица это в структуре выпуска порядка 80 процентов их я бы тоже разделил на две части это собственно бизнес и госструктура ну так или иначе они все еще могут пользоваться сертификатами полученными у нас и вот эти вот 80 процентов ну соответственно делится где-то ну если вот эти вот 80 разделить где-то 65 процентов это прям чистый бизнес и 15 процентов это ну некий условный гос примерно так и где-то там 15-20 процентов это выпуски на физических лиц в общем-то по динамике за последнее время за последние где-то 4-5 месяцев выпуск на физических лиц ну он показывает такую робкую динамику на повышение но тем не менее показывает однозначно в общении с корпоративными заказчиками с крупными клиентами мы видим подготовку к МЧД к тому что сотрудников необходимо будет обеспечивать сертификатами и собственно говорит подготовка уже идет сейчас пока робкая но тем не менее она уже идет вы меняли как-то клиентский сервис процессы в клиентском сервисе ну здесь я присоединю к Денису что мы наших потребителей считаем клиентами и работаем в те моменты когда нам приходится действовать с позицией силы ну потому что закон есть закон он суров но тем не менее это закон мы пытаемся скомпенсировать уравновесить это не то что нашей гибкостью а пускай за счет неких избыточных ресурсов которые мы привлекаем для выполнения процесса своего процесса как удостоверяющего центра понятно что для нас затраты но какие-то образом нивелировать вот это вот неудобство вот что именно изменилось у вас вот что в сервисе изменилось что изменилось как вы применяете силу вот в каких моментах выпуск же идет вот на агентов-партнеров конечно я понимаю можно привязываться к этим словам в данном случае агенты-партнеры это как раз и есть люди которые действуют по нашему поручению это как раз и есть собственно говоря доверенные лица что изменилось что изменилось Для выпусков через доверенных лиц изменилось строгое, четкое требование к фотофиксации. Оно вообще никому не нравится, откровенно так, просто никому не нравится. Его принимают откровенно в штыки, несмотря на то, что в целом для отрасли это не новинка. Но такое поголовное, тотальное, скажем так, ну это, наверное, новинка. Если раньше было куда идти, то теперь уходить некуда, потому что в целом стало... Клиентам не нравится фотографироваться. Клиентам не нравится фотографироваться. При этом, например, для клиентов, которые работают и обслуживаются у нас не через доверенные лица, а напрямую. Мы во многом работаем, например, если мы говорим о государственных контрактах, о выпуске, мы во многом руководствуемся регламентом взаимодействия, который подобные вещи в принципе не допускает. Ну плюс это прямое взаимодействие. В данном случае не то, что какие-то поблажки, но это не всегда возможно. Не всех государственных служащих можно фотографировать. Как вы с этим боретесь, с этим сопротивлением клиентов? Ну, с сопротивлением не надо бороться. Через силу? Ну, мягкая сила, скажем так. Вот тогда прокомментируйте. Это же не борьба. Это приучение. Все хотят поделиться этой болью. Не надо ломать. Очень коротко. Как вы с этим боретесь? Денис, Алексей. Вчера не заставишь никого взять микрофон, да, Алексей? Сегодня все хватает. На самом деле, я поддержу коллегу в том плане, что да, идет перераспределение, просто для коллег, наверное, важно будет, что в сторону физлица. Потому что большие, ну, у нас и разного рода клиенты, и вот корпоративные клиенты именно смотрят в эту сторону. Потому что это предвестник такой вот МЧД, как раз вот, что большие корпоративные клиенты, у них есть острая потребность выдачи сертификатов на физлист на своих подчиненных. И плюс еще положительный опыт кадрового документа оборота тоже вот дал толчок именно для выпуска на физлиц. Алексей, про фотографирование, да? Да, буквально 30 секунд. Вам приходили фотографироваться в противогазе? Нет. А вот приходит человек, да, у нас 24 аккредитованных удостоверяющих центра, да, уже не 500 хорошо, хотя я думаю, что через 10 лет их будет 500. Вот. Ситуация какая? Приходит человек в противогазе, ковид, пожалуйста, снимите противогаз для проведения фотофиксации вашего, ну, личного визита, по сути, да, потому что по-другому удостоверяющий центр никак не может подтвердить, что человек приходил лично, нет такого. Я не буду снимать противогаз. Соответственно, возникает конфликтная ситуация. С одной стороны, мы не имеем права ему отказать в оказании услуги, да, потому что фотофиксация не прописана нигде напрямую в документации. Вот. А второй момент, который есть, все дошло до вызова полиции. Когда приходят... А вместе, совместно с управлением безопасности в регионах, с федеральной налогослужбой, эта методика обсуждается. И они заинтересованы в том, чтобы доверенные лица, пропуская через тебя трафик юридических лиц, имели некую методику и способы сообщить о неких признаках номинального директора, однодневки и так далее, чтобы вычищать эту базу. Соответственно, приезжает полиция, говорит, в чем проблема? Меня заставляют фотографироваться. Он говорит, ну, сфотографируйтесь. А я не хочу. И в итоге единственное решение – это взять отказ от проведения фотофиксации и выдать подпись. Ну, с учетом того, что человек вообще противогаз отказался снимать, мы ему просто сказали, что извините, мы тогда, наверное, вам нужно обратиться в другой удостоверяющий центр. Это про клиентно-ориентированность, да? На самом деле у нас провокаций тоже очень много было. Вот в Питере руководитель Санкт-Петербургского филиала здесь присутствует, но у нас полночи сидели, вот тоже провоцировали, действительно довели там наших сотрудников, да, нервные срывы, и это реально так. Но другая часть, вот есть часть провокационная, и то, что вот Алексей задавал вопрос, насколько нужно там требовать, вот чтобы личное присутствие, у нас на прошлой неделе получил Геннадий Николаевич Зюганов. Сам пришел к нам в офис ножками, здравствуйте, здравствуйте, хочу получить электронный подфис. Получил, ушел, все прекрасно. Ничего сложного в этом нет, на самом деле. Какой бы большой начальник ни был, он может выделить полчаса, да, и явиться в удостоверяющий центр. Так, возвращаясь к противогазу, что вы думаете? Человек получил КЭП, он просто обратился в другой, уже аккредитованный по новым правилам удостоверяющий центр, не будем там называть, да, и получил КЭП. В противогазе? Ну. Историю умалчив. Нет, его просто никто не фотографировал, никто ему эти требования не предъявлял. Понятно, спасибо. Спасибо, это вот как раз к вопросу, который вчера Юрий Маслов поднимал, о том, что вот четкие стандарты идентификации, да, они отсутствуют и в какой-то степени создает условия для недобросовестной конкуренции, потому что один старается в удостоверяющий центр добросовестно доказать факт явки, а другой может быть не так добросовестно. Но при этом оба правы, потому что нет такой нормы. У нас нет понятия добросовестности, у нас есть требования федеральной налоговой службы. Хорошо, двигаемся дальше. Следующий вопрос. Что пришлось изменить в программно-аппаратном обеспечении региональных подразделений ваших удостоверяющих центров? Какие информационные системы вы используете? Очень коротко, если есть какие-то самописные решения, то расскажите, что они автоматизируют. Я бы здесь предложил начать с федеральной таможенной службы. Как обеспечивается ваша программно-аппаратная инфраструктура? У нас, я уже чуть ранее говорил, что мы сейчас перешли полностью под инфраструктуру федерального казначейства. У нас построена своя сеточка, причем каналы закрыты по классу КБ еще со времен нашего удостоверяющего центра. Это отдельная система, которая, собственно, если остается отдельной системой, она имеет соответствующие аттестаты. Это использование сертифицированной среды защиты информации. Мы просто ее подключили к коллегам. Есть ряд, конечно, сложностей. В частности, более длительным стал процесс выдачи. Возвращаясь к предыдущему слайду, мы своих людей разбаловали, что кадровые документы и прочие хранятся в кадровых подразделениях. А тут им приходится каждый раз собирать полный комплект, чтобы его направлять другому юридическому лицу, управлению федерального казначейства. Но, тем не менее, особо изменение одно. Мы фактически вывели из эксплуатации нашу инфраструктуру и используем средства, которые используют коллеги. Ваши изменения свелись к тому, что вы используете внешний центр сертификации сейчас и программные взаимодействия с ним выстроили? Да, оставив у себя инфраструктуру канальную, аппаратную и сервисы. Поскольку система у нас тоже закрытая, она с контролируемой связью с внешними сетями, то выставив у себя систему штампов времени и систему МОЦСП в онлайн-проверке статуса. Вопрос. Таможенников фотографируете? Они не сопротивляются? Таможенников мы не фотографируем по одной простой причине. У нас есть возможность у лица, который выдает сертификат и инфицирует пользователя, посмотреть приказ о его назначении. То есть, в принципе, человек приходит с удостоверением, подтягивается приказ о своем назначении и тут доверие делегируется. То есть, федеральное казначейство не требует фотографий? Федеральное казначейство не требует фотографий, но федеральный закон требует пачку документов в виде бумажных копий, что на самом деле тоже неоптимально. И вот в конце года именно этого я боюсь в конце года. Как с этим будем бороться? Вопрос еще пока открытый. У Нины Соловьяненко есть комментарий небольшой? Да, ну, естественно, не знаю, работает он или нет. Естественно, самый интересный вопрос – вопрос о противогазе. Я бы сказала, что с юридической точки зрения здесь можно еще и побороться против такого поведения. Вообще-то это называется злоупотребление правом. То есть, у него есть масса прав на, значит, ну, где-то не конфиденциальность, но на охрану своей личности. Но никаким правом злоупотреблять нельзя. Вот в данном случае, на мой взгляд, это та самая ситуация. Ну и, конечно, неплохо бы разработать некие регламенты и взаимные права и обязанности лиц, которые участвуют в этой процедуре. Коллеги, ну вы теперь знаете, кому звонить, если к вам придут в противогазе? Нет, нет, в полицию надо звонить. Проконсультирует. В полицию надо звонить. Спасибо. Просто в моменте разбираться с клиентом, как он использует противодействие. Да, никто не будет. Проехали противогаз. Про программно-аппаратное обеспечение деятельности. Что вы поменяли в такскоме в связи с переходом на новую работу, на новые условия работы? Как поменялся ваша ситуация? По определённым защищённым каналам. И дальше уже выгружается для... Почему я сказал изначально, что увеличился штат? Выгружается на проверку, ещё глазками проверяется. То есть помимо автоматической проверки по СМЭФ, ещё человеческий фактор, где проверяется на соответствие... Понятно, мы с коллегой, с Кириллом на обеде проговорили этот момент, что как проверяется, как нашими специалистами можно оценить... Тоже сегодня звучало, тот паспорт, не тот паспорт. Мы проверяем, смотрим, становимся где-то в части экспертами. Наши клиентские офисы закупили. Если приходит личный человек, проверяет, как в банке, паспорт на все защищённые знаки. Соответственно, тоже пошли на этот шаг, потому что были случаи, были прецеденты, разбирались с этим. Соответственно, пришлось ложиться и поменялись. То есть речь идёт об аппаратах, которые позволяют более точно проверить... Да, то есть помимо внутренних средств, помимо собственной разработки ещё, пришлось и докупать какие-то внешние аппараты, чтобы обезопасить себя. Внутренние системы у вас давно функционировали и были отлажены, то есть вы там, наверное, сильно не меняли их. Да, не сильно, но всё равно доработка имела место быть. Большие объёмы задач были как раз у налоговой службы, то есть им предстояло вывести удостоверяющий центр налоговой службы из такого камерного собственного удостоверяющего центра, в масштаб обеспечивающего все юридические лица страны. Сергею Борщу дам слово. Попрошу ответить на вопрос, как вы решали эту задачу, как вы обеспечили, какими средствами свои точки выдачи? Для операторов удостоверяющего центра, который у нас присутствует в территориальных налоговых органах, было разработано программное обеспечение, с помощью которого они могут принимать заявление, с помощью которого через систему международного электронного взаимодействия проходит проверка информации, которая указана в заявлении. Также были доработаны личные кабинеты налогоплательщиков, физических лиц, для того чтобы подать документ на выдачу и сформировать заявление можно было удалённо, и непосредственно в сам налоговый орган явиться для идентификации, получения сертификата. И, соответственно, потребовалось значительно расширить инфраструктуру для обеспечения бесперебойной работы и для работы под нагрузкой. Действительно колоссальная работа. Похожий объём работ, наверное, у аналитического центра был осуществлён, потому что им предстояло подготовиться к большому объёму выпуска сертификатов. Кирилл, да? Кирилл, хорошо. У меня был по предыдущему тоже вопрос. Как раз на прошлом ПКФ-форуме присутствовал представитель нашего правоохранительного подразделения. И вот с ним периодически на эту тему как раз разговариваем. Однозначно процедуры идентификации и идентификации необходимо регламентировать, потому что когда приходишь к негодяю, который понятно, что вот, понятно, что документ, понятно, что документ подписан, в документе написано лажа. Написано, лажа сознательно доходит до суда и начинаются разборки. Естественно, я этого не делал. Зачастую действительно вот эти гроздья, ну я просто видел глазами гроздья вот этих сертификатов, которые используются где-то кем-то. И также там глазами видел и даже там коллекционировал одно время бумажки. Я с 2012 года поменяла фамилию, вышла замуж, живу в Испании. В то же время мой там УКЭП как-то выдается до сих пор. Есть, конечно же, сейчас позитивные какие-то моменты. Это и сервис МЭФ, где мы обязаны проверить паспортные данные, не совсем линейные, еще что-то, еще что-то. Но этот процесс абсолютно точно должен быть регламентирован. Может быть, даже подумать об этом в итоговой декларации форума. Плюс еще маленький вопрос, который касается удаленных подписей. Опять же, как практик, меня это немножко пугает, потому что существуют вопросы доверенного волеизъявления с помощью мобильных устройств. А как известно, если даешь ребенку игрушку, то эта игрушка будет использована самым нестандартным образом. Точно так же и мошенники. Когда у нас появляются какие-то новые методы, эти методы начинают использоваться совершенно не так, как планировалось. И вот этот вопрос тоже очень волнует, интересует. И вот именно факт волеизъявления при удаленном хранении ключей, это будет, мне кажется, отдельным направлением для проработки. Спасибо. Вернемся к программно-аппаратному обеспечению. Алексей, расскажите, как вы решали эту задачу. Вышла замуж, уехала в Испанию. Повезло. Значит, ситуация как? Надо вообще просто фотофиксацию внести в 63-й и в 115-й закон. Все, это решит проблему. В 149-й вряд ли, да, там все-таки ближе к информационным технологиям. А вот те лица, которые идентифицируют, они должны иметь на это право в силу закона, я считаю. Что касается программно-аппаратного комплекса. Значит, 30 декабря было принято решение о проведении пилота Федеральной налоговой службы с доверенными лицами. 4 февраля, в принципе, были завершены технические работы по отладке взаимодействия программно-аппаратных комплексов. И, ну, как, наверное, все знают, с февраля по 30 июня осуществлялся этот пилот. Вот вместе с Федеральной налоговой службой повышалась нагрузка на удостоверяющий центр. Выявлялись какие-то разночтения, начиная с уровня безопасности, заканчивая по использованию протоколом. Ну, допустим, самый простой пример, если инфраструктура ФНС построена на Акронисах, то доверенное лицо не может подключиться на координаторе. И, соответственно, это все выявлялось только в рамках постоянной работы, в рамках технического взаимодействия двух программно-аппаратных комплексов. Но, тем не менее, все эти вопросы ушли. Да, сейчас мы работаем на собственную информационную систему, которая позволяет в первую очередь обрабатывать обращения заявителей, формировать документы, да, и пересылать запрос по автоматизированному протоколу, который мы разработали совместно с Федеральной налоговой службой. И тогда его запустили. Вот, в принципе, по этой практике пошли все остальные. Федеральное казначейство и Центральный банк, скорее всего, будет тоже так же работать. А Центральный банк, удостоверяющий Центр, вообще на валидато. Вопрос, что вы с ним будете делать, пока, скажем, работайте. Вот, соответственно, ну, я не думаю, что здесь нужно разрабатывать какие-то там специальные информационные системы, как-то дополнительно их защищать, потому что, в принципе, текущая нормативная база, она достаточно полно это все описывает. Единственное, что, да, действительно, есть дополнительные организационно-технические требования ФСБ России, которые вступают в силу с 1 марта, да, и доверенные лица должны свои системы подтянуть по безопасности под инфраструктуру Федеральной налоговой службы. Ну, может быть, там Федеральному казначейству как-то по-другому, я не знаю, там Кирилл может прокомментировать. Хорошо, есть кому-то еще что-то добавить? Давайте к следующему вопросу тогда перейдем. Как раз в плане идентификации. Этот вопрос мы уже начали с вами рассматривать, и даже сформулировали какие-то предложения в части внесения фотофиксации в перечень обязательных процедур, необходимых для качественной идентификации. Но на ваш взгляд, на сегодня, те меры, которые вы приняли, они обеспечивают достаточный уровень предупреждения рисков или еще нет? Уже фотофиксация есть, и закупленные специальные машинки, которые в ультрафиолете паспорт смотрят. Что еще? Я бы хотел сказать, что мы уже скоро к пределу подойдем. До тех пор, пока мы не введем изменения в уголовный кодекс и не введем соответствующие статьи за мошеннические действия при идентификации, мы очень много будем реализовывать разных регламентов, технических процедур, внедрять фотофиксацию, обязательную, необязательную, видеопотоки в различные документы, ну и вообще повышать совокупную стоимость владений информационных систем. Ну вот поверьте мне, как только государство примет какие-то изменения в уголовный кодекс, связанную с мошенническими действиями в области идентификации, ну там зашел в систему информационного общего пользования, ввел не свой телефон, не свою фамилию, имя отчество, если тебя поймали, неси ответственность, предоставил идентификатор не тот, поймали, неси ответственность, ну и так далее. Мы уже очень много таких сценариев наработали, и поверьте мне, сразу все начнет приходить в свое русло, и все будет останавливаться. А до этого времени, ну что мы сделали? Мы внедрили соответствующие технические средства и организационные регламенты и процедуры, связанные с тем, чтобы доказать юридическую значимость присутствия конкретного человека перед лицом, который его идентифицирует. У нас это называется заявление на дистанционное обслуживание, оно включает в себя соответствующие тексты, подписи, собственноручные, соответствующий видеопоток и фотографию, прям внедренный в этот документ, телефон. Все это подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью регистратора и служит доказательной базой, если что-то возникает. Но этого мало. Удостоверяющий центр до сих пор не имеет возможности проверить по номеру телефона, вернее по ННН владельца этого телефона. То есть мы не можем сделать запрос в ЕСЕ на это. Вот поверьте мне, было бы это, 95% случаев превентивно бы просто не состоялось. А так мы действуем потом. Мошеннических схем очень много, поверьте мне. И мы очень много будем делать различных изменений, но до тех пор, пока у удостоверяющего центра не появится возможность сделать заявление в МВД, чтобы человека привлекли к ответственности, это не будет. Мы их знаем, мы их видим, мы их мониторим. Мы работаем со Следственным комитетом, задаем вопрос прямой, как его посадить, не знаю. Статьи такой нет для него. Вот и все. Нет, статьи на самом деле есть. И вот если прокомментировать, то действительно подержу в том плане, что на сегодняшний момент, вот в этом моменте, в этой точке времени мы не сможем вообще себя 100% обезопасить от мошеннических действий. Такие извращенные способы у нас можно уже там собирать, как люди делают, как предоставляют, какие документы. Здесь, наверное, вот и технические организационные меры, они дадут свои плоды. Я согласен с Юрием Маслом, вчера он говорил, он вчера так громко заявил, я за ужесточение. Наверное, вот я тоже за ужесточение, но осмысленное ужесточение требований к идентификации и программно-аппаратно и организационно, чтобы это было в комплексе, чтобы это было многоуровневое, идентификация, проверка только в этом случае даст результаты. И поверьте, вот там ужесточение, ну законодательство, ну даст какие-то плоды, но мы же все знаем, что сейчас там условно безработных и бомжей покупают там за 10 тысяч рублей, они идут, идентифицируются так или иначе, то есть либо себя подставляют, либо идут с поддельным, явно поддельным паспортом. Денис, то есть исключить риски вот этой вот недостаточной идентификации не получилось, но не получается сейчас на сегодня? Ну, конечно, снизились, вот снизились явно такие мошеннические действия, но все равно поток еще существенный, мы выявляем. Выявляем это значит получилось, предупредители до выпуска сертификата. Я говорю получилось, снизилась там вот статистика негативных таких моментов, негативных действий. Разве не это ли было основной целью реформы, за что боролся регулятор, поэтому вопрос во многом ключевой. Удалось ли победить, оставив меньшее количество удостоверяющих центров, прорядив ряды партнеров? Это, конечно, да, это удалось, да. Ведя фотофиксацию, но не до единицы, в общем, да, пока? Ну, конечно, я говорю, вот полностью искоренить, ну, невозможно. Вот пока в этом моменте. Вот какая статья, одна статья в уголовном кодексе, которая наказывает человека за то, что он создал юридическое лицо поставными документами. Вот и все. А если он, например, брал и идентифицировал другое лицо по документам, которые он принял, ну, купил, например, взял из базы данных какой-нибудь и купил. И что? Нет такой статьи. А если он фамилии там менял, мы телефоном иммунипулируем, тоже нет статьи, понимаете? Вот они такие нужны. Нужно что делать? Вот, вы знаете, я первый раз на форуме. Вот, а что бы мне хотелось в дальнейшем, чтобы на форуме мы обсуждали реальные сценарии вот этой самой безопасности при идентификации. Прямо реальные. Каждый удостоверяющий центр нормальный ведет лог событий в юридически значимом виде. Он может рассказать эти мошеннические схемы. Он участвует в инцидентах. И здесь можно было бы вырабатывать и соответствующие, ну, посыл государству для того, чтобы произвались изменения в уголовном кодексе. Я за это. Вот, а не административном. И точно так же вырабатывать какие-то технические решения, связанные с обеспечением информационной безопасности в этой сфере. Вот как только начнется это, будет здорово. Мы же общество. И, по сути, эта площадка общественная, она даже может вести роль контроля государственных органов в этой сфере. Вот, ну, я так думаю. Ну, надзор не контроль, извините, надзор. Вам в Владивостоке удалось добиться совершенства при идентификации? Да, это такой бесконечный процесс работы с инцидентами. Пока не удалось. Это как тараканье бега, вот я вам честно скажу. Потому что каждый раз схемы все извращеннее и извращеннее. То есть, если бы было здесь время, я бы рассказал там парочку, ужаснули. А в Краснодаре, Денис, вы идеально идентифицируете? Ну, мне кажется, очень правильно поставлен вопрос относительно именно должной идентификации. Потому что можно, конечно, сколько угодно говорить об идеале, о стопроцентности. Но в реальной жизни, ну, мошенники они поэтому и есть. Поэтому есть закон, собственно говоря, который их должен ограничивать, да, и каким-то образом наказывать. В данном случае мы говорим о том, что удостоверяющий центр в рамках вот всей этой структуры, у него есть достаточно четкие обязанности. Если он их выполняет в должной мере, то, собственно говоря, он выполняет свою роль. Не роль удостоверяющих центров ловить преступников и мошенников. Ну, этим все-таки должны заниматься органы внутренних дел, наверное. Удостоверяющие центры стоят на страже, ну, каких-то, я не знаю, вот прям четких, явных, вот именно мошеннических схем, которые именно нарушают принятый порядок. Вот если принятый порядок выполняется, то, собственно говоря, все хорошо. В целом, идея понятна, есть такой термин, налоговая служба использует, должная осмотрительность при выборе контрагента, да, вот в какой-то степени удостоверяющий центр должен принимать, как сказать, должные меры идентификации. Они должны быть исчерпывающие и полно описаны. Да, и в связи с этим, вот полное описание, да, вот как раз регламент удостоверяющего центра, так немножко приземлимся, да, на те вопросы, которые заданы именно по поводу изменения в регламентах удостоверяющих центров и так далее. Задавали несколько раз уже вопрос, да, на каком основании, где зафиксировано, фотофиксация и так далее. Ну, собственно говоря, я не первый, кто ответит на это, но это прописано именно в регламентах взаимодействия. То есть регламент, который мы сами себе установили, мы выполняем. Победить риски до конца не удалось. Нет, не совсем. Мы не просто его сами выполняем, сами себе написали, но и всех пользователей, которые к нам приходят, мы в безусловном порядке к этому регламенту присоединяем. И таким образом он обязан ему подчиняться так же. Понятно. Вот и все. Нина, был комментарий, да? Знаете, вообще вот эта идея насчет должной осмотрительности, которая должна быть зафиксирована в юридических документах, она очень правильная. Потому что, как говорили преподаватели у нас в ВУЗе, виды мошенничества неисчерпаемы. Так вот, все равно мошенник будет, ну, на полшах хотя бы впереди. И нельзя возлагать, мне вообще эта идея очень понравилась, нельзя возлагать на удостоверяющий центр, на доверенное лицо и так далее, обязанности, ну, надежд, даже не то, что обязанности, а надежд, что он сработает и полностью будет опережать мошенническую схему. Иначе, в конце концов, мы нагрузим удостоверяющий центр, ну, так и условно говоря, очень большой юридической ответственностью. То есть он должен, должно быть точно регламентировано, что он делает, что он имеет право делать, что он обязан делать и за что он несет ответственность. Потому что он не должен нести ответственность за все возможные нарушения, которые будут происходить. И еще, на мой взгляд, конечно, вопросы идентификации наиважнейшие. Но когда мы хотим избавиться от мошеннических схем, надо понимать, что мошенничество в идентификации, ну, это условно говоря, мошенничество – это уголовное правонарушение, поэтому оно должно быть еще судом установлено. Но будем, скажем, неправомерные действия в сфере идентификации, они должны каким-то образом… Они для чего происходят? Для того, чтобы дальше совершать неправомерные действия в других сферах. Так вот, я считаю, что и в других сферах должен быть контроль, который связан с электронным взаимодействием. Потому что только нагрузить удостоверяющий центр, а всех остальных освободить от этого контроля было бы неправильным. То есть вообще такая сквозная категория – должная осмотрительность при электронном взаимодействии, при организации электронного взаимодействия. Иначе мы нагружаем сейчас идентификацию и удостоверяющий центр, и доверенное лицо невозможными требованиями. В целом, идея понятна. Да, действительно, оперативную деятельность вести не нужно удостоверяющим центрам. Должная осмотрительность. Прямо живой пример, сейчас вам и расскажу. Вот должная осмотрительность. Заключается договор с регистратором. Абсолютно добропорядочный человек, уверяю вас, понимаете. Работает, нормально работает, два года. Через месяц после возникает инцидент, приходит на требование налоговое о том, что большое количество… Ну там, они говорят, он мертв. Подождите, подождите. Мы проверяем, а он живой. То есть по базе данных МВД он живой. Информационная система, естественно, делает постоянные запросы к базам данных. Он живой, понимаете. А он, наверное, я не знаю, живой он или нет, допустим, он умирает. Но его ключом в этот момент по логу событий мы видим, кто-то пользуется активно. При этом этот кто-то пользуется, где-то скупает идеальные сканы паспортов. А некоторые паспорта, все проходят проверку, но в некоторых паспортах фамилия, абсолютно одинаковая фотография, и все действуют. И вот этот сценарий такого допропорядочного пользователя вживую, понимаете. И я вам скажу, это много таких самых разных интересных сценариев, которые используют мошенники. Вот я недавно пришел в Федеральную налоговую службу и получил ключ. Просто счастье какое-то. Прихожу, можно ключ? Тебе говорят, покажите паспорт с НИЛС, показываю, все у вас хорошо. Отдаю ключ, он берет, записывает на эту флешку, формирует закрытый ключ, работник ФНС и отдает мне. Все, спасибо, идите. Вот в 2005 году за этот сценарий меня бы ФСБ пригвоздило гвоздями к стене, вот честно вам скажу. Понимаете, комплексная проверка. А здесь можно взять, передать закрытый ключ из рук в руки, понимаете. Он сгенерировал, передал. Мы же все друг другу доверяем. Вот вы знаете, я смотрю на это и я предвижу, что государство пока еще не готово к этой идентификации. Ну только-только вот. И вы знаете, вот мне понравилась сегодня, была классная идея. Вот эта вот кросс-идентификация, но знаете, мне она чем нравится, в контексте чего? Она мне нравится в том, что поскольку бизнес наработал реальные схемы идентификации, есть реальные системы, которые содержат достоверную информацию, мы можем создать соответствующее кроссовое поле доверия и перепроверять информацию у себя, понимаете. То есть если, например, мобильный телефон у одного и того же ННН в разных системах вдруг что-то не тот, это звонок. Если я понимаю, ну много таких вот. Вот очень хорошая идея для кросс-идентификации. Спасибо. Вписывается в общую идею проявление должной осмотрительности при наличии вот такого фактора. То есть это набор факторов, которые необходимо проверить при определенных транзакциях. Через месяц эта база будет в Даркнете, я вас уверяю. Ее просто эту процессию продадут. Хотел подвести итог, но Алексей Собанов просит слово. Это его конек, идентификация. Не получайте ФНС, приходите в доверенных лиц. Я не могу не дать ему возможность задать вопрос или прокомментировать. Коллеги, у вас тут слишком много всего намешано. Я просто могу сказать несколько вещей. Первый тезис. Крупные банки очень хорошо знают своих клиентов и прекрасно знают, что 5% клиентов крупных банков являются мошенниками. И они этим занимаются. И это, собственно, является предметом работы. И слава богу, что они есть, потому что всех безопасников давно бы уже выгнали, если бы все жители были добропорядочными. Это первый тезис. Второй тезис. У нас очень большая диспропорция между ответственностью государственных и коммерческих УЦ. Она была исторически. Если чиновник случайно выпишет вам электронный паспорт, но увидит сертификат ключа проверки подписи с ошибками, какова его ответственность? 5 тысяч рублей. Если УЦ коммерчески это сделает, то ответственность измеряется уже... Ущерб посчитывается. Пока эта диспропорция не будет решена, что бы вы ни говорили, как осмотрительно, неосмотрительно, не решится эта проблема. В принципе, как правильно идентифицировать, это все описано, это очень хорошо. Сначала встречается фотография на официальном документе, потом проверяется, действительно он или недействительно, то есть подложной он или нормальный. Дальше идет проверка, проверка через базу данных. Вопрос, где мы проверяем? В ЕСЕ. За достоверность данных в ЕСЕ у нас никто не хочет и не будет нести ответственность, пока, опять же, не будет изменения в нашей законодательстве. Потому что, согласно 152 ФСЗ, любой из вас может прийти и свои данные поправить. А в настоящее время любой вместо вас может прийти и поправить ваши данные. Потому что должного контроля тоже нет. Поэтому вот это несколько, я могу очень долго на эту тему говорить. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей. Здесь мы больше говорим про то, чтобы удостоверяющий центр обеспечил должную осмотрительность. Мы здесь не затрагиваем проблемы достоверности информации в ЕСЕ. Но идея тоже понятна. Подводя итог этому вопросу, я выделил бы два предложения для рассмотрения, включить в итоговую декларацию. Первое – это введение уголовной ответственности за действия, умышленные действия, связанные с, скажем, нарушением идентификации, или препятствием для идентификации, или подложной идентификации. И второе предложение – это формирование некоего исчерпывающего списка мер должной осмотрительности по аналогии с тем, как налоговая служба регулирует выбор контрагента. Алексей, можно добавить, да, еще? Ну, еще бы хорошо добавить, что УКЭП нужно вдаваться государственным удостоверяющим центрам либо доверенным лицам при личной идентификации. Никак иначе. Потому что даже сейчас, я вас уверяю, у нас есть регионы в стране, где первичный ключ ФНС человек придет, получит лично, даже в самой федеральной налоговой службе, а потом он будет жить в подвале, получать внутривенно витамины, и по УКЭПу его подпись как директора будет получаться каждый год на протяжении многих лет. Если мы это экстраполируем, да, и масштабируем по стране, это будут просто тысячи и тысячи таких организаций, через которые НДС также потечет дальше в офшоры. Насколько я знаю, налоговая служба выдает только приочные явки сейчас ключи. Ваш удостоверяющий центр как? Нет, если они первые... Как выдает? Денис говорил, что через год мы будем получать по УКЭПу. Да? Этого делать нельзя для налоговой. Сейчас по вашей явке выдает ваш удостоверяющий центр. Конечно, конечно. Только личная идентификация. А Сбербанк? Сбербанк выдает как доверенное лицо УЦФНС только при очной явке? Я Ивана не вижу. Иван Янсен? Есть дисфункционный вариант. Действующая кулисы на электронную подпись. Можно ли получить подпись юридического лица без очной явки сейчас через Сбербанк? Если есть кулисы на электронную подпись, то можно. Тут, понимаете, надо уж смотреть. Либо мы какие-то общие принципы ПКИ соблюдаем, либо не знаю что. Все-таки, наверное, безопасность надо обеспечивать не по правильным принципам ПКИ, а каким другим образом. Вот, наверное, тем, о чем говорили коллеги, в данном круглом из столетов, много было предложений. Ваша позиция понятна? Не только уголовную ответственность выводить, но и, собственно говоря, обеспечивать какими-то средствами техническими для проверки более тщательной. Как коллега из Владивостока, например, предлагал. Ваша позиция понятна. Разрешен федеральным законом способ дистанционной идентификации по действующему сертификату. Вы его сейчас используете. Поэтому полные перезагрузки, к сожалению, несмотря на старания ФНС и аналитического центра, которые только приочные явки выдают сертификату, полной перезагрузки не получится. Эту дыру надо закрывать. У НЭП, пожалуйста, используйте. Сбербанк, наверное, не получится закрыть? Нет, нет, я имею в виду, что эту поправку нужно вносить в части деятельности как раз государственных удостоверяющих центров. Я бы, наверное, присоединился с коллегой Сбербанка на тему того, что нужно не только в рамках идентификации осуществлять противодействие мошенничеству, а еще в ходе жизни этого сертификата. Сейчас, если у нас технологии с токеном переносным, они немножко архаичные. Нужно уходить в сторону облачной технологии, поскольку это позволяет нам каким-то образом… Вопрос, пожалуйста. Да, контролировать. Вопрос, сколько жалоб на мошенничество есть, и если есть, то сколько из них связаны с некорректной идентификацией удостоверяющими центрами. У нас просто есть жалобы исключительно, кстати, они в Банк России поступают, на неудобство сервисов удостоверяющего центра, поскольку, ну, в связи с изменением законодательства. Но ни одной жалобы нет на мошенничество, а тем более связанной с идентификацией. Вам повезло. Ну, я могу сказать очень коротко, ну, разрешите, поскольку тоже занимаемся, в общем-то, электронной подписью, да, мы понимаем, поток большой от налоговой службы, каждый день приходят портянки запросов, веером, как бы, во все удостоверяющие центры, связанные именно с мошенничеством в сфере, как сказать, в сфере НДС. Поэтому много, ответ много, ну, десятки точно приходят запросов ежедневно. Давайте двигаться дальше. Какие формы договоров, да, переходим к юридической части, завершающей части. Какие формы договоров сейчас используются в цепочке правоотношений между удостоверяющим центром и конечным пользователем? Как они обеспечивают передачу полномочий в региональные подразделения, да, и как эти полномочия, как они распределены, какими именно, да, полномочия вы передаете в регионы? Почему этот вопрос считаю важным? Потому что мы много говорим про техническую часть, но когда мы фактически обеспечиваем конечных пользователей через вот какую-то цепь звеньев, то тут тоже возникают слабые участки. И есть примеры, когда пользователь покупает электронную подпись у регионального представителя просто по договору об оказании услуг. Да, то есть никакого договора у этого пользователя ни с удостоверяющим центром, выпускающим сертификат нету. Есть только договор об оказании информационно-консультационных услуг. Вот такая конструкция, она, конечно, ставит под сомнение, в принципе, вообще всю инфраструктуру обеспечения электронной подписи. Я бы здесь Нине Соловяненко дал в первую очередь слово прокомментировать, вот как вы считаете, как правильно это должно быть выстроено. А потом послушаем коллег. Ну, вообще лучше сначала послушать коллег, потом прокомментировать. Но можно и сказать, ну, во-первых, в цепочке, в этой договорной цепочке, ну, как бы, в принципе, в принципе, это договор об оказании услуг. Это может быть любой договор, это может быть конкретный договор, который связывает этих лиц. Но главное другое, в том, что, во-первых, в этом договоре должны быть предусмотрены условия обязательные, которые сейчас есть в законе, и которые, я считаю, надо, ну, не люблю это слово, ужесточать, но, тем не менее, ужесточать дальше, ну, скажем, с этой же самой фотофиксацией. И еще я хочу сказать, что неплохо бы разработать некий методический материал, который позволил бы всем сторонам этих отношений понимать свои права, обязанности и ответственность. Ну, можно на уровне методического, а можно разработать на уровне какого-нибудь формы договора присоединения. Потому что явно, что все участники этой цепочки нуждаются в этой методологии. Денис, есть что сказать по вашей структуре правоотношений, каким образом вы делегируете полномочия в регионы? Ну, у нас договора с конечным пользователем, это договор конечного пользователя с удостоверяющим центром такс-ком. Это однозначно. А дальше мы уже с нашими региональными представителями, как правильно Нина Ивановна сказала, договор про учение. То есть у вас прямой договор с конечным пользователем? Однозначно. Хорошо. Краснодар, Владивосток. Ну, здесь вариантов просто быть не может быть. С клиентом, естественно, прямой договор. Естественно, там позиции о, безусловно, присоединении к регламентам. А региональные подразделения я все-таки разделил на две части. То, о чем мы говорили. Это собственные региональные подразделения, ну, филиалы, которые, именно подразделения удостоверяющего центра, того же самого юридического лица, специализированные, лицензированные и так далее. там, передавать нечего. Но они не являются удостоверяющим центром. Это и есть мы, как бы, да? Ну, в рамках именно распределения... У вас же не филиалы, у вас агентская сеть. Нет, 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 подождите. Что значит агентская сеть? У вас филиалы? Она совмещенная. Есть и филиалы, есть и агентская сеть, и та, и другая. Вот в чем дело. Нет, сейчас речь идет про какой-то общий случай. Да нет. Если филиал, наверное, это все понятно. Да нет, общих случаев на самом деле не бывает. Все используют смешанные системы и личное присутствие, и там, где нецелесообразно по каким-то причинам открывать там филиал и так далее, используемые партнеры. Региональные представительства, свои филиалы, здесь все понятно. Правильно. Ваши партнеры напрямую продают электронную футбольную? Или от вашего имени? От нашего имени. От нашего имени, конечно. У нас прямой договор с конечным пользователем. А с партнером точно такие же договора присоединения к регламенту и удостоверяющего центра, и регламент взаимодействия с партнерами. Договор о присоединении, это немножко другое. Нет, нет, нет. В данном случае это к вопросу о полномочиях, которые передаются в регионы. Каким образом их передавать? Ну вот таким и передавать. Присоединение к регламенту взаимодействия, в котором четко прописана обязанность партнера соблюдать закон и, собственно говоря, со всеми вытекающими. Алексей? Прямые договоры между заявителем и удостоверяющим центром у нас ввел 476 закон. Там никаких вариантов быть не может. У нас тоже это собственные подразделения. И помимо классического оформления сделки с клиентом, единственное, что при выпуске сертификата юридического лица в качестве доверенного лица, там с клиентом ничего не подписывается. Потому что услуга оказывается в соответствии с законом бесплатно. Есть заявление в соответствии с регламентом деятельности и порядком работы удостоверяющего центра ФНС. И там все это внесло. Сразу последний вопрос тогда в юридической тематике. Как распределена ответственность? За что отвечает удостоверяющий центр? За что отвечают региональные представители в этой ситуации? Нет, это наша ответственность. Очень коротко. Полностью ваша. Филиал – это наша ответственность. Как распределять полномочия? Ну, это острые ножницы и страх потери потомства. То есть, должно соблюдаться однозначно требования федеральных законов. Денис, у вас тоже получается, поскольку прямой договор, вы полностью отвечаете, региональные представители не отвечают, они, в общем, перед вами отвечают. А у вас, Денис, тоже… Абсолютно. Вы отвечаете перед конечным пользователем? Конечно, прямые же договора. А региональный представитель уже перед вами отвечает. Все по закону отвечают, как раз такая схема есть. Ну, так должно быть, да, в идеале. Просто как в жизни на самом деле. В жизни никто не расскажет. Последний вопрос, завершающий. Очень коротко прошу по кругу высказаться. Что нужно учесть в своей работе региональным представителям? Да, и тут же вопрос сразу может быть в сторону регулятора. Что можно включить в итоговую резолюцию, за исключением того, что мы уже проговорили, да, про идентификацию, про уголовную ответственность. Это не нужно повторять, поскольку у нас уже заканчивается время секции. Ну, вы знаете, к регулятору сложно выдавать пожелания. Регулятор у нас хороший. Очень коротко по пунктам, потому что время секции вышло. Больше конкретики. Больше однозначности. Ну, вот и все, пожалуй. Спасибо, Виталий. В эту тему бизнес обязали вложить миллиард инвестиций, не менее, и обеспечить финансовую ответственность от 100 миллионов до 300. Хотелось бы, чтобы в обмен на вот эти вот требования государственные органы, ну, были ближе, что ли, называется, к инвестору, что называется, правильно реагировали, вовремя отвечали на письма, понимаете, объясняли, разъясняли, ну, и так далее. А не просто занимались отписками там, ну, и так далее. Это первое. А второе, вот честно говоря, я поначалу очень обрадовался, что когда эти нововведения пошли, я подумал, наконец-таки владельцы информационных систем избавятся от этих накладных расходов, связанных с идентификацией, совокупная стоимость информационной системы для владельца уменьшится. А этого не произошло. Хотелось бы, чтобы государство все-таки не создавало сеть доверенных и так далее, а занялось бы работой, связанной с идентификацией, не перекладывало эту ответственность по идентификации на бизнес. Спасибо. Понимаете, идентификация понятна. Очень коротко просьба. Что в итоговую декларацию? Какие мысли по итогам? Я вчера уже обозначал это. То, что нужно четко прописать, если нет четкого трактования либо закона, либо какого-то нормативного права в акте, чтобы были разъяснения, чтобы было однозначное толкование того или иного документа. И если... Методические рекомендации, разъяснительные письма. Да, разъяснительные письма. И, как вчера Новиков сказал, нам поможет ФСБ, ФНС, наверное, правительство. Алексей? То, что не зафиксировано. Наверное, я бы предложил Федеральной службе безопасности ужесточить контроль за работой исполнителей 313-го постановления. То есть, чтобы у нас не возникали ИПшники, агенты, которые бегают по рынкам и формируют УКП. Без какой-то... То есть, если вы хотите заниматься с работой в качестве агента, партнера, доверенного лица удостоверяющего центра, будьте добры, быть лицензиатом. Просто, если мы начнем их штрафовать, очень быстро пополним бюджет Российской Федерации. Потому что таких организаций, которые продают из КЗИ налево и направо, не имея на это никаких прав, и лицензии разрешения, их очень много. Понятно. Контроль лицензионной деятельности, да? Лицензируемые деятельности. Спасибо. Кирилл? Я полностью присоединюсь к пожеланиям, которые были уже озвучены. А есть, наверное, лично от себя пожелания. И хотелось бы дальнейшего, более быстрого движения в сторону отказа от бумаг, потому что подтверждение каких-то полномочий бумагами, которые до сих пор используются, недопустимо. Лично я верую в 210 ФЗ, в СМФ и госуслуги. И хотелось бы, наверное, использовать эти механизмы более активно. Например, если так уж думать в дальнейшем, может быть, даже запрос на сертификат подтверждать через госуслуги еще как-то. Потому что это механизмы удобные, которые дают определенные плюшки, люди туда бегут с удовольствием. И не использовать их в качестве госконтроля, ну, не очень правильно. Спасибо большое. Подводя итоги этого круглого стола, что я для себя отметил, что несмотря на то, что мы много говорим про облачную, про мобильную подпись, про дистанционные взаимоотношения, региональные сети сегодня на сегодня у большинства удостоверяющих центров растут, то есть количество представителей увеличивается. Сохраняется запрос на очную идентификацию, на очную явку и даже запрос на полную перезагрузку системы через полный цикл выпуска новых сертификатов. Сейчас реформа дает такую возможность, сертификаты для юрлиц можно выпустить с ноля. Вот такие запросы на региональную работу на сегодня есть. Ну и в плане договоров, в плане юридических конструкций хотелось бы больше методических рекомендаций, разъяснений. Все сводится к тому, что больше и жестче регулировать и проверять. Ну вот такой. И разъяснять, да, ну, конечно, лучше разъяснять, а потом уже наказывать. Я хочу поблагодарить, что пригласили на круглый стол. Мне кажется, достаточно живо обменялись мнениями, что должно происходить. Спасибо Алексею, как нашему модератору. Меня зовут Масик София, компания «Магнит». Много говорили о мнении клиентов. Я клиент удостоверяющего центра. Моя компания клиенту «Ц». У нас десятки тысяч электронных подписей. И проблема с изменениями, которые повлекла фотографирование, для нас это не проблема. Для нас проблема то, что информационные системы не готовы к изменениям, которые происходят. И получается, все знают, что с 1 сентября произошла такая ситуация, что надо было выдавать сертификаты по новым требованиям. И информационные системы по большей части 1 сентября были не готовы к новым сертификатам. Вы, как представители УЦ, я понимаю, что на вас свалилась первая волна негатива. То, что ваши сертификаты не принимаются. Потому что у нас, как у клиентов, нам либо идти к сервису, либо идти в удостоверяющий центр. Сервис отвечает 30 дней, УЦ отвечает быстро. В чем вопрос? Вопрос в том, что, каков ваше мнение, нужен ли контроль информационных сервисов по переходу на эти новые требования, чтобы волна негатива от пользователей не падала на удостоверяющий центр. Ненормативная лексика начнется. Кто быстрее, да, Алексей? Нет, смотрите, да, на самом деле мы вчера обсуждали этот вопрос, на самом деле, и это было упущение там. И не было, точнее, не было разъяснений от ФСБ. То есть они за период, за очень короткий период, в течение недели, дали два разъяснения совершенно противоположных. И когда трактуется это по-разному, что заполнять это поле ННН, либо не заполнять, мы коммерческие УЦ быстро это доработали. И постоянно стучались в ГИСы госорганов. Ребята, сколько вам доработать? У вас работа, вы вообще знаете об этом? Вы вообще в курсе, что там изменения? ФСБ сказал, ничего не будем менять по срокам. Все с первого сентября. Мы, ребята, еще раз попробуйте. Вопрос в том, что, может, кто-то должен контролировать именно ВИС. Можно я коротко отвечу, уважаемые коллеги? Конечно, если принимается какой-то нормативно-правовой акт, то он должен исполняться. И существует первый круг, ближний круг, это удостоверяющие центры, они быстро и живо реагируют. Есть дальний круг, информационная система, они реагируют медленнее. Проблема, на самом деле, в том числе и в том, что нормативный акт принятый не содержал никаких санкций за невыполнение, не определял круг тех ответственных, которых он затрагивает. Вот если бы это было определено и санкции были бы введены, наверное, появились бы беспокоящиеся сотрудники, ответственные за информационные системы. Одна маленькая... Мне кажется, что мы с первого января снова столкнемся с такой ситуацией, потому что опять ВИСы у нас никак не регулируются. УЦ будет готов, будет выпускать подписи физлиц, бизнес начнет клепать МЧД. АИС не будет принимать. Я бы предложил тогда в резолюцию включить обязательную сопутствующую, скажем так, санкционную часть, если мы принимаем нормативно-правовые акты. И на этом, наверное, можно закончить наш круглый стол. Спасибо вам за вопрос. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ